Андрей Тарковский – имя, которое навсегда вошло в историю кинематографа. Его фильмы, полные глубокого символизма и философских размышлений, до сих пор завораживают и интригуют зрителей по всему миру. Однако за этой творческой гениальностью скрывалась личность, окутанная мистикой и противоречиями. Тарковский был человеком с очень сложным характером. Он обладал сильным, волевым характером, который с годами становился все более жестким и невыносимым. Его эгоцентризм и стремление к полному контролю над всем, что его окружало, создавали значительные трудности в отношениях. Многие говорили о его склонности к манипуляциям, а его постоянные требования к окружающим часто воспринимались как тирания. В своих любовных отношениях Тарковский был похож на черную вдову на мужской лад. Женщины буквально влюблялись в его харизму и талант, но их отношения с ним, как правило, заканчивались трагически. Тарковский словно хищник завораживал их, а затем, как будто исчерпав свои чувства, уходил, оставляя их разбитыми и опустошенными. Тарковский официально был женат дважды. Его первый брак с актрисой Ирмой Рауш был студенческим и недолгим. Они познакомились в ГИТИСе, где Андрей учился на режиссерском факультете, а Ирма на актерском. От этого брака родился старший сын Тарковского, Арсений, который, в отличие от отца, избрал путь врача и стал успешным хирургом. Сейчас он проживает в Венеции и заботится о своих внуках. Вторым официальным браком Тарковского стал союз с Ларисой Кизиловой, вторым режиссером, работавший с ним над фильмами. Их брак продлился до самой смерти режиссера. Лариса, к сожалению, осталась в тени гения своего мужа, хотя сыграла важную роль в его жизни. Она не только стала опорой и поддержкой, он воспитал ее дочь от первого брака, Ольгу. В их совместной жизни появился сын Андрей. Однако, несмотря на наличие семьи, Тарковский не скрывал своих любовных привязанностей. Ольге, дочери Ларисы от первого брака, родители казались далекими и холодными. Они общались друг с другом формально, на вы и на работе и дома. Денег в семье постоянно не хватало, а Тарковский требовал от Ларисы, чтобы она покупала еду на заработанные ею самой деньги. При этом он не скрывал своих измен и мог уходить в загул запой на несколько дней. В кругу его близких людей ходили слухи о том, что Тарковский, будучи требовательным и вспыльчивым человеком, считал, что для глубокого понимания актрисы, необходимо переспать с ней. Это утверждение подтверждается тем фактом, что он утвердил на роль Харри в своем фильме «Солярис» молодую Наталью Бондарчук, с которой впоследствии у него возникла страстная, но трагическая любовь. Их знакомство произошло, когда Наталье было всего 13 лет. Позднее, в 21 год, уже будучи замужем за кинооператором Караваевым, она снялась в «Солярисе» и их роман закрутился с новой силой. Тарковский на тот момент 39-летний мужчина был очарован юной, талантливой актрисой. Их отношения были полны страсти, нежности и, к сожалению, большого драматизма. Влиятельный отец Наташи, понимая, что Тарковский не просто разбил сердце его дочери, но и, возможно, увел ее от семьи, сильно не взлюбил режиссера. «У меня такое чувство, будто я тебя родил. Нет, не как актрису, а как человека. Может, в какой-то другой жизни так оно и было», — признавался Тарковский Наталья, выражая свои глубокие и противоречивые чувства к ней. «Он почему-то допустил меня до себя», — вспоминает Бондарчук. «И я почувствовала, что это бесконечно близкий мне по духу человек». Отношения Тарковского и Бондарчук были бурными и страстными. В тот вечер, когда он признался ей в любви, Наталья, захлестнутая чувствами, изрезала себе руку в области вен. Позднее она объяснила этот поступок как результат переполнявших ее эмоций. В ее душе шла ожесточенная борьба между любовью и осознанием опасности, связанной с этим романом. Тарковский, несмотря на то, что был женат и имел детей, не мог уйти от Наташи. Их отношения были для него вдохновляющим и трагическим источником Муза. Он видел в ней не просто актрису, но Музу, способную увидеть и понять его творчество на глубочайшем уровне. В то же время их отношения были обречены на гибель. Тарковский был человеком с неустойчивой психикой, склонным к загулам и неуверенным в себе. Он чувствовал себя недостойным любви Натальи и в то же время не мог отказаться от нее. Их роман продолжался несколько лет, но в конце концов разрушился под напором взаимных обвинений, ревности и непонимания. Трагедия их любви оставила глубокий след в душе Натальи, которую она переживала всю свою жизнь. Тарковский в своей нестабильной жизни не смог найти спокойствия и счастье в любовных отношениях. Его творчество, пронизанное трагизмом и глубокой философией, отражало его внутренние конфликты и поиски истины. История любви Тарковского и Бондарчук – это трагическая история о невозможной любви, о страсти, о потере и бесконечной тоске по недостижимому. Она напоминает нам, что искусство – это часто отражение жизни с ее трагическими и прекрасными сторонами. В 1984 году, в возрасте 54 лет, Тарковский скончался от рака. Он ушел из жизни на Чужбине, в Италии, куда уехал в поисках лечения и более свободной творческой атмосферы. Его ранее смерть стала ударом для мирового кинематографа и оставила незаживающую рану в сердцах его поклонников. Вопрос о том, был ли Тарковский нарциссом, остается открытым. Некоторые свидетельства о его поведении и отношении к женщинам говорят в пользу этого предположения. В одном из интервью он высказался так, «женщина не имеет своего внутреннего мира и не должна его иметь. Ее внутренний мир должен полностью раствориться во внутреннем мире мужчины». Эти слова отражают глубокую неуверенность в себе и стремление к полному контролю над окружающим миром, характерный для эгоистичной личности. Однако не следует забывать, что Тарковский был гением и творцом, и его творчество является отражением его сложной и противоречивой натуры. В его фильмах мы видим глубокие размышления о жизни, смерти, искусстве и вере, которые отражают и его светлые и темные стороны. Именно эта двойственность и делает его личность такой загадочной и удивительной. И хотя Тарковский был великим режиссером, его личность остается загадкой до сих пор. Его творчество превосходит его личную жизнь, но таинственная и непонятная тень гении всегда будет преследовать его имя.